Всем привет дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Так, ну что ж, пришел я сегодня с магазина. Что-то я хотел обозреть. Так, финики, кошачий корм, шоколадка, йогурт, кефир. Так, что же я хотел? А, вот, вот, нашел, друзья, вот, посылочка точно. Все, все, вспомнил, вспомнил. Так, ладно, давайте, приступим к ее анбоксингу, друзья. Друзья, ее анбоксингу мы сейчас с вами, собственно говоря, и приступим. Я уже знаю, что здесь будет. Вообще, друзья, анбоксинги, они как бы, я слишком часто стараюсь их не снимать. Зачастую они не очень интересны. Но тут такая штука, друзья, такая вещь. Так, ну давайте посмотрим. Что же тут у нас? О, как раз бумажка. Сразу будет на чем остроту проверить. Так, все, давай. Так, упаковочка. Угу, угу. Так, как же у тебя скрипта получше? Поудачнее, чтобы. Посылка от Сереги Петрова. Так, ну вот, такой вот магнитик мне прислал. Серега Петрова, спасибо. Либо пополнит коллекцию магнитов на холодильнике. Так, и вот такая вот штука. Ну да, друзья, это нож. Сразу скажу, чей он мастер. Посмотрю, с вашего позволения. Мастер Олег Олексин. Мастер Олег Олексин. Ссылочка на него будет под видео. Вот такой вот нож. Так, ну что, давайте сразу по ножнам посмотрим, друзья. Сейчас я секундочку свет включу, где-то темно. Так, ну что ж, друзья, добавил я света. Давайте сразу по ножнам посмотрим. Ну, ножны максимально простые. Два хольни-тена. Как они называются? Я говорил, что это заклепки. Это на самом деле хольни-тены, друзья. Свободный подвес. Петля такая вот. Всё правильно, всё кратко, всё чётко, всё лаконично. Милое дело, мне уже нравится. Материал такой не сильно глянцевый, такой приятный очень. Так, ну и давайте. О! На сам нож посмотрим. Вот это нож, друзья, вот это я понимаю. Давайте заточку сразу. Нифига себе. Даже особо-то не затупился. Я думал, его на пасте как-то придётся править. Да нифига его, по-моему, не придётся на пасте править. Нож-то режет. Сталь у нас тут ХВ-5. Алмазка. Твёрдость что-то там какая-то запредельная. То ли 64, то ли 65 единиц пороха его. Ну, в принципе, для резака, да, для резака неплохо. Так, ну да ладно. Так, ладно, друзья. На рукояти у нас дерево. Вот знаете, вот в руку берёшь и вот это... Оно ощущается как дерево, понимаете? Вот некоторые, знаете, так смотришь иногда. Смотришь так, каналы какие-то так. Ооо, какое полированное дерево. Аж балдеют от этого. Ну, сейчас вы знаете, такое дерево оно и бывает. Стабилизированное, полированное, пропитанное. Оно, его в руку берёшь, оно по сути, как какой-то неорганический материал напоминает. Вот какой-то пластик. Ребят, если от какого-то дерева на рукояти и можно балдеть, то вот это вот, скорее всего, вот это вот настоящее дерево. Вот прям берёшь в руку и вот, вот, деревянная рукоять. Конечно, друзья, это правильно, что прогресс не стоит на месте. И сейчас дерево обрабатывают так, что оно... Ну, в общем-то, как такой пластик становится по своим свойствам. Ну, в общем-то, достаточно твёрдое, гладкое такое. Ну, в принципе, если какие-то, какое-то настоящее ощущение от какого-то дерева, вот, хотите испытать, вот, такой вот должна быть деревянная рукоять. Она как-то не вычурная, не нафуфыная какая-то. Такая простенькая достаточно такая. Вообще, ну, поэтому, блин, ну, наконец-то нож с удобной рукоятью. Без всяких тактических мегаизысков, дизайнов дебильных. Вот насколько всё это мне надоело, друзья. Пластики на рукояти, вычурный дизайн, мы то, мы всё сделали. Вот, посмотрите, вот, друзья, вот, наконец-то. Удобная рукоять. Действительно удобная, друзья. Молоточным флатом отлично сидит, кухонный. Вполне нормально. Замечательно удобная рукоять. Ну, что у нас тут рукоять на трёх заклепках. Склепана она. Тут какой-то из мягкого металла проставочки там есть. В общем-то, ну, сталь ХВ-5. Клиночек такой. Ну, это такой, в принципе, конечно, резачок. Вогнутые спуски у нас здесь. Ну, в общем-то. Вот, сталь ХВ-5 она такая у нас достаточно... Обладает низкой коррозионной стойкостью, поэтому клиночек такой темнёный, воронёный. И мне вот это нравится. Вот вы знаете, на самом деле, данный нож напоминает мне чем-то какие-то деревенские ножи. Вот такие же примерно в сарае висели какие-то из куска мех пилы там. С деревянной рукоятью простой. Чисто простые разделочные ножи. Вот это нож. Каким он реально должен быть. Он реально классный, друзья. Вот понимаете. Спуски. Ну, в принципе, от обуха. Всё остаёт такое у нас достаточно деликатное. Ну, всё это для реза, в принципе, сделано. Но оно и правильно. В общем-то, оно и правильно. Ну, и что ж, такой вот замечательный охотничий разделочник. Длинаюшей кромки у него сколько. Давайте сравним. В принципе, я думаю, 120 мм примерно тут есть. Ну, такой неплохой средний разделочник, друзья. Рукоять удобная. Будут тесты какие-то. Посмотрим, как он режет, как эта сталь. ХВ-5 себя. Поведёт. С такой твёрдостью. Ну, и в целом, что? Отличный ножный. Отличный нож. Мне очень нравится. Он как бы настоящий такой нож. И именно что вот. Прям нож. Не то, что там вот это всё современная всякая ерунда какая-то. Вот это вот настоящий. У меня вот прям захотелось-захотелось. Ну, тут, в принципе, немного не вровень. С другой стороны, как это в работе, в принципе, повлияет. Что оно не вровень. Ну, тут даже маленько металл в рукояти выступает за деревянный наклад. Ну, чуть-чуть. Ну, в принципе. Ну, да. И вот тут на спинке. Я не думаю, что это в работе как-то скажется. Но всё же, в общем-то. Ну, и классный-классный нож, друзья, на самом деле. Вполне можно вот так вот взяться, что-то аккуратное там, типа эти пресловутые тонкие работы, ваши друзья. Ну, что у меня одни положительные впечатления. У меня, знаете, вот этот нож я бы вот на дачу вот так вот где-то повешал. Вот этот нож и Ахти, Ахти Леку, вот я бы повешал. Ахти Леку я бы в баню повешал бы его, чтобы это, при растопке печи в бане, раз там щипуна с рогалом. Чисто такой классный тоже нож, такой харизматичный. Вот это харизматичные ножи, а не то, что ваши спайверика там. А вот этот я где-нибудь на кухне бы повешал, такой разделочник. Там кусок мяса большой разрезать. В общем-то. Ну, классно, классный нож, друзья. Ну, ладно, что ж, не будем затягивать. Скоро нас ждут тесты данного ножа. В общем-то. Ладно, друзья, на этом я с вами буду прощаться. Желаю вам всех благ, всего наилучшего. Спасибо за внимание и до свидания.